Доброе утро! Сегодня 29 сентября. Захожу я в комнату, где мои животные. И смотрите, клетка закрыта, а лайма сидит вот сверху на клетке. Неужели я ее вчера оставила сверху? Видимо, вышла через эту щелочку. Такс у нас на часах половина третьего. Я жду Артема. Он должен приехать в три. Мне сейчас надо быстро накраситься. У нас опять солнце! На сегодня передавали целый день дождь, а там солнце. И мы едем на рыбалку. Сегодня воскресенье. Я смотрю Машуничкин в ложек. Как у нее там дела с Артемом. А еще как так может быть? Смотрите, становлюсь на весы. 48,7. На весы на плитке в ванной. Переставляем весы на другую поверхность. 49. Как так? Что я делала это время, спросите вы. Перемонтировала влог. Потому что утром... Я вчера вечером сделала, ночью уже начала утром пересматривать. И увидела кое-что, что нужно было вырезать. Кое-что попало в кадр. То, чего не надо. И пришлось переделывать. Из-за моей невнимательности. А вот так, дай кому-то монтировать влоги. Ну, типа как монтажеру, да? Сложно все это. Самому надежнее. Это я наношу крем от солнца. Защитный. Потому что там как летом. Так, ребят, только что вышел влог, который вы уже посмотрели вчера. Я только что почитала комментарии. Вам интересно продолжение с фотографиями. Поэтому я сейчас быстренько прочитаю те записки, которые две у меня есть от мальчишек. Все спросили. Вот, кстати, смотрите, какая у меня есть фоточка. Это я, моделька. И вот, смотрите. Так. Значит, не знаю я, от кого это. Потому что вот здесь, допустим, подписано твой С. С. Я не знаю. С, если ты меня смотришь. Признайся уже, кто ты? Мелодия любви называется. Это записку, которую мне вкинули в почтовый ящик, и я ее достала как письмо. А раньше же мобилов не было, интернета не было. Как еще признаваться в любви? Ты так божественно красива, так величава и скромна. Твоей любви волшебна сила, что в плен меня взяла сполна. Я в том плену хочу быть вечным. Была бы рядом ты со мной. И миг любви был бесконечным, и голос слышался родной. И чтоб шептали губы страстно, люблю тебя, боготворю. Любви мелодия прекрасна, о, как же я тебя люблю. Этот стих Вика посвящен тебе. Твой С. Не знаю, кто такой С. Дальше. Второе письмо. Или записка. Денис. Дениса я помню. Очень хороший мальчик. На самом деле. Но я тогда влюблена была в другого мальчика. Я даже ему об этом рассказывала. Ему было очень больно это слышать. Ну, а я не могла. Сердцу не прикажешь. Голубые глаза наполнены печалью. Взгляд устремлен мне прямо в сердце. Мой слух ласкает голос твой. Присутствие твое приносит счастье. Поймать твой взгляд, поймать рассвет. Улыбкой согреваешь, как огонь. А веки, как закат у моря. И голос твой, как ручеек. Ласкает образ твой печальный. Почему-то я у всех печальный представлялась. В ненастье, в буре и во мгле. Любовью сердце наполняет одна лишь мысль о тебе. Любви во мне хоть на десяток, на сотню, тысячу, миллион. Но лишь тебе хочу отдать я свою любовь. Люби меня, как я тебя. И будем счастливы всегда. С любовью, Денис. И вот нашла еще такую фотографию. Это тоже в этой квартире. Вот дверь, выход, коридор. Это большая комната. И вон коридор и дверь входная. Это Сергей, наш сосед. И мне здесь, по-моему, 13 или 14 лет. Наверное, 14 лет. Это мы куда-то либо в поход собирались. Или что, в палатка вон у него. Или это прикалывались. Я уже даже не помню, как мы фоткались. Какой-то был повод для фотографий. Может быть, просто. Тоже был у меня влюблен. Но я была очень маленькая. Он на 5 лет старше меня. И как бы ждал, пока я вырасту. А потом я выросла и влюбилась в другого. Так, этот альбом мы начинали с вами смотреть. Это мои мамы с папой. Здесь маме 16. Папе 19. Мой родной папа. Вот их свадьба. Это дедушка. Помните, в прошлом видео я показывала. Он уже был с бородой. Вот здесь он молодой еще. Это я. 5 месяцев. Тут будет больше моих детских фотографий. Так, опять попу свою прикрыла. Не знаю, наверное, раньше вы ее уже увидели. Так, это не я. А вот это я. Здесь мне годик, кажется. Да. Здесь мне годик. Моя мама. И ее мама. Вот, две фотографии. Моя бабушка. И моя мамулечка. 82 год. Мне здесь 2 годика. Маме 21. Смотрите, какие щечки. Прям как у Маши. Это тоже я с Дедом Морозом. С бантиком. Бабушка. Моя бабушка меня подстригла. Мама моя ее чуть не прибила. Это я с Чебурашкой. И очень счастливое фото. Я помню прям, сколько у меня восторга было, когда я его увидела. Он был как из мультика. Это вот тоже я. Смотрите, ноги у меня тут ровные. Не знаю, что-то потом пошло не так. Сейчас я как достаю. 84 год. Мне тут 4 года. Не знаю даже, как это комментировать. Очень помню хорошо эту фотографию. Я тут уписалась. Не знаю, почему. Но я сидела в печали, потому что не знала, что теперь с этим делать. Сижу на кресле. Колготки мокрые. И вроде уже взрослая девка. Какой фига мне захотелось уписаться? Не понять. Вот. Тут я поменьше, чем там. В разнобой фотографии. 4 года мне здесь. А это моя прабабушка. Прабабушка. Бабушка Маша. Маня мы ее звали. Баба Маня. А это вот мой любимый мишка. Это единственная была игрушка, с которой я играла. Я вообще в куклы не играла в детстве. Я играла вот только с этим мишкой. Я с ним спала, ела. В общем, если мы его где-то забыли, как-то были в Крыму, и мы его там забыли, то нам следующим поездом, мы в поезде ехали спать, я легла, и обнаружили, что мишки нет, то нам следующим поездом уже отправляли вслед за нами мишку. Вот. Это мой папа и сестра моя, его дочь вторая от второго брака, Оля. Вот. Видите, наверное, единственное фото, где мы вместе. Ну, хотя бы мы проводили время вместе, но не фоткались. А это в какой-то парк, видимо, вместе ходили. Вот. Так что Оля, папа. Да, мы с папой, наверное, очень похожи на дети. И я. Это моя крестная сестричка Яна. Школа. Первый класс. Вот я первокласска беззубая, видите? Вот, пожалуйста. Мальчик рядом сидел. Рыбалка Саша, как сейчас помню. Спортсменка. Вика спортсменка. И сейчас, по-моему, пойдут тоже со спорта фотки. Да, вот, смотрите. Вот так я умела, видите? И вот так я умела. Это мама моя. Вот мы вместе занимаемся. Попугайчик Гоша. Девочка Гоша оказалась потом. Это мама, папа и я. Отчим Саша. Влюблённые нас смотрят друг на друга. Аня, у которой я была в гостях вот недавно. Это я, боже. Мне такая была смешная чёлочка. Мне тут тоже лет 13, наверное, 94-й. А, 14 лет. 14 лет. Это мой брат Вова и сестра Алена. Двоюродные и троюродные. Так, Саша, брат, мамин, родной, второй. Васю вы видели в прошлом видео. Они очень похожи между собой. Но они от разных мам. У них один папа, разные мамы. Я, дядя Саша, мама. Алена с Вовой. Это вот такие фотографии. Это, не знаю, в школу собираемся, что ли, не помню. Вот, продолжается спорт. Где-то выступаю я. Анька сзади стоит с хвостиком. Вот, это моя девочка с гимнастикой вместе. Аленка, мы вместе выступали. Это я. Я ворона, я ворона. Ла-ла-ра-ла-ра-ла. Худая. При-худая. Вот, Золушка. Это мне мама шила сама платье. Золушки. Очень красивое платье было. Снималась вот эта юбка. И получался вот такой костюм, в котором я выступала. Я же вечная спортсменка. Во всех утренниках везде я танцевала. Вот еще. И вот. Это танцы. С гимнастикой фоток не было у меня. А вот на танцы я как-то походила несколько месяцев. Типа хотела бросить гимнастику. Вот я. Вот я. И пошла на танцы. И вот оттуда были фотки. Это я дома. Это уже было. Папа. Мы с Аней. Это тоже мы с Аней. У них дома. Это ее брат Илья. Ему сейчас 23 или 24 года. Прикиньте. О, Оля. Моя сестричка, которая родная. Папа. Еще одна фотка. Видите, я с ней. Это я позирую. Позирую. 14 лет. Господи. Вот опять дядя Саша. Мамин брат. Вот мамулечка с Эстой. С нашей собакой. Традиция. Мама. На водных лыжах. Она еще сгоняет на них. Опять мамулечка. Это я с Яной. С крестной сестричкой. Мама с папой прикалываются. И я пытаюсь фотографироваться с попугаем. Боже. Мне тут 15. Вот смотрите. 15 лет Вика. Все. Это были последние фотографии в этом альбоме. Назывался альбом. То страшно, то смешно. Продолжение. Там еще много. Будут в следующих влогах. Я решила в каждом влоге понемножечку показывать свои альбомчики. Напишите, что вам интересно может быть узнать. Какая это тема. То есть у меня там есть конкурсов с Мисс Украины фотографии. Есть какие-то фотографии такие вот уже на цветную. Цветные фотоаппараты на цветную пленку, которые моей там 13, 15, 18 лет. Вот такой вот возраст. Какие там еще есть. С Машей есть маленькие фотографии. Напишите, что вам интереснее. Что снять во следующем влоге. А сейчас мне надо быстро уже собираться, одеваться. Потому что Артем уже за сейчас буквально минут через пять за мной придет. И я уже должна быть одетая. Тепло. Так, а что тут Вика делай-то? Вика, а ты куда? В Карпаты собралась? На лыжах кататься? Да. Ничего себе. Так. Это что, лыжные штаны? Да. Знаете, куда Вика одевается? Угадайте. А не знаю. Ты уже говорила? Конечно. Нужно рыбалку. Ничего себе. А ты что думаешь? Я знаю, что это будет холодно. Ну да, мы же будем до вечера. Мы будем ждать вечернего судака на трешку. Так, 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 так. Так, так, так. Где тут у нас еще копточка? О, ну да. Все с начесом. Нет. Я черную хочу. Ты сегодня вся в черном. Леди в черном. Да. О, прикольная еще и кофточка. О, это твоя знаменитая маечка еще, да? Маечка знаменитая. Моя знаменитая маечка. Мои знаменитые лосинчики. Носочки разного цвета, правда, у меня. Я не знаю, как так получилось. Они одинаковые, типа, длинные и те, и те. Может, один полинял. Так это один мой. Да, конечно. Так, мне что-то уже жарко. Так я тебе говорю, на улице реально жарко. Я же здесь уже легко. Сейчас так оденусь, буду там послойно раздеваться. Не, ну на вечер оно похолодает. Ну да, мы же сейчас уже 4 часа. Да, темно будет. Всем уже будет темнеть. Ну, я думаю, мы до 7 по-любому будем. Если, конечно, дождь. Но дождя не передавали. Прикинь, вчера смотрели, целый день дождь передавали. Целый день передавали дождь. Родители приглашали нас с ними поехать мох пособирать. А мы, типа, да, целый день дождь, какой мох, лес. А они поехали. Сейчас в лесу с Димой, кстати, поехали. Да? Да. А вот сколько же они поехали? Очень, не знаю, не знаю, не спрашиваю. Очень классно, им все классно, нравится. Так, я, в общем, собираюсь, не знаю, А ты черную олимпийку взять свою с капюшоном? Там, я думаю, это этого тебе хватит. Если что, я тебе комбез дам. А если дождь пойдет? Там у меня есть, что тебе дать, чтобы ты не промокла. Да? Не писюлькой, все будет нормально. Нет, а то я запачкаю, я не хочу. Короче, я выключаю. Выключай. Мы уже в машине. У нас там Дима на хвост упал вдруг внезапно. Говорит, поехали на рыбалку. Последние секунды. А мы стоим в дверях с удочками. Ну, как бы, мы уже туда едем. Ну, вот видишь. Прости, Димон, я не специально. Я не, не это. Поехали. Да что поехали, у нас еще не заправили. Мы на заправке стоим. Едем, в общем, за мороженкой сначала, я так понимаю. Вот приятно же все-таки, когда мальчик заправляет машину. Приятно, когда девушка по утрам готовит завтраки и готовит кушать. Вообще супер все. И когда она зовет на обед. Солнце, приходи. Хочешь кушать? Можно всегда приходить, когда я хочу? Можно. Только за полчаса надо предупредить, чтобы я успела приготовить. Окей. Собя, это мы стебаем. Так. Вот. Я тоже не идеальная. Иногда себе могу позволить. Я в шоке, честно. Мороженое я не люблю, реально не люблю, поэтому мне когда предложили мороженое, я подумала, какой-то срань, дрянь, не хочется съесть, но не мороженое. А это не срань, не дрянь? Ну да. Их-то тоже. Когда ты вышел с магазина, я, конечно, удивился. Думаю, нефига себе, как это может такое быть? Так вот. Разрыв шаблонов. Все. Вкусненько? Да. Едем. Посмотрите, какая погода стоит. А небо просто сказочное. И все зеленое. Давайте мы пропустим осень и зиму, и сразу весна и лето, а? Кто за? Ставьте лайк. Я против. Дизлайк. Я люблю такую погоду. Ты что? Дождь, снег. А, я, я. И рыбалка. И... Не заелся, снимаешь меня? Нет, не заелся. Все нормально. Я пока могу. Короче, забыли все, что сейчас сказал Артем. Ставьте лайк. Кто хочет, чтобы мы осень и зиму пропустили. Идем мы, никого не трогаем. А тут вертолет. Ну, кто-то прилетел на Селену отдохнуть. Из Киева, я думаю. Это у нас такая база отдыха, очень модная, крутая, элитная, очень дорогая. Вика. А? Что ты вот это, а? В кирзачах идешь. Я хорошо подготовленная. Ты как солдат Джейн. Солдат. А, вон, смотри, кто сидит там. Ждут подружки твои. Солдат. Видишь? Так, Дмитрий Юросавчик несет арбуз. Малыш, кто не ловит рыбу, тот плывет на ту сторону. Ты что? Мы, кстати, на желание тут рыбу ловим. Кто первый поймает, тут загадывает обоим желание любое. И потом, кто больше всего рыбу словит, тоже загадывает желание. Ого. Это Артем придумал. Ты обосрали весь причал, короче. Ого, тут, смотри, рыба ходит. Ого. Так, я чувствую. Чувствую, сегодня будет трофей. Так, каждый сам себе собирает спиннинг. Время пошло. Сейчас мне нечего делать. Держи, он тебе еще, чтобы ты перевелся. А я говорил, поеду. Поехали. И потом точно? Точно? Нет. Веронос надо переправить. Что ты там колдывал? А что ты там колдыш? Так, я делаю все, чтобы Пика поймала большую рыбу. Поймала? Да. Ты хочешь, чтобы я тебе желание загадала? Нет. Я уже придумала. Я просто исполнил желание. Но я играю всегда по-честному. Я тоже. Потому ты там колдовал только что со снастями и улыбался, сидел, да? С моим спиннингом. Дима уже ловит. Смотри, он что-то поймал. Он бегает по берегу. А, мужичок-то? Держи, держи, держи. Держу. Там на другой стороне рыбаки. А вон там, видите, много-много людей стоит. А. И в силу А. Снимаешь? Да. Смотрите, смотрите, вертолет взлетает. Класс! Лайк за кадр! Да, на копеек слетали. Из Киева, наверное, или из Харькова. Смотрите, как надо есть арбузы. Вот так вот. Ну как, с ножа не ешь, злой будешь. Дмитрий, на. У меня третья не выросла. Будешь, солнце? У меня еще есть. А Вика уже проиграла. Угу. И Дмитрий тоже. Угу. 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 именно такая черепашка, когда-то у меня жила дома. Такая маленькая? Да, она была еще меньше, она вылупилась из яйца и она не выжила. Но она жила-жила, а потом засохла. Заберешь домой? Тогда не было интернета. Да нет, конечно, зачем? Пусть она себе живет на природе. Не было тогда интернета и я максимум, что сделать смогла, это сходить в библиотеку и посмотреть по внешнему виду черепахи, что это у меня за черепаха и как, в каких условиях она должна жить. Постаралась максимально создать их эти условия, но что-то пошло не так. Можно ее туда спустить на эту платью? Да. Пойдем, черепашка, отпущу тебя. Она хоть не кусается? Да нет, эти не кусаются. Говорит, взяла в руку, а потом думает, кусается или нет. Такая милашка. Надо фоточку с ней в инстаграм сделать было. Точно? Точно. Я тебя люблю. Вот это вот, понимаете, когда полное взаимопонимание. О, точно фоточку в инстаграм с черепашкой надо сделать и я хочу. Это Дима поймал где-то. Она там ползла мимо него. Вот тут мы ее отпустим потом. Но сейчас я за телефоном. Подержи. Будь с ней нежен. Повешу. Протираем объективчик. Что, поймал? Тренируешь? Давай я тебя сначала. Да, вместе давай. Вместе? Ну да. Да, вместе. Ну что, так? Больше. О, да, давай. Не, ближе, ближе. Все. Ты просто со своего ракурса по-другому, наверное, начинешь. Не, класс, получилось. Фильм, ее прелесть. Надо, чтоб на ней... А ну, ткни на телефон, на телефон, на телепашку, на телепашку. А ну, еще на телепашку ткни. Выпускаем? Подожди, что? Ой, класс. Смотри, какие водки классные будут. Вот это лучше, но тут черепаху плохо видно. А вот тут лучше. Где? Вот тут? Нет, вот тут. Вот тут? Да. Еще раз. Да. Черепаха, насколько можно? Пускайте уже. Прикольно. Скажите прикольно. Ну, пускай. Нет, дай. Я не хочу на этом некрасивом. Ох, вот здесь красиво. Он лучше на песочек подъехать. Мы ее сегодня не отпустим. Опа, жабка. Опа. Жабку съела? Нет. А ну, поймаю я ее еще раз. Поймала. Боже, какая холодная вода. Как ты там выживаешь в таком холоде, а? Тын-тын-тын. Все, пока. Та-да. Смотрите, какой у нас тут улов. Не показывай. Это Артем поймал. Не показывай. Выиграл у меня желание. Ну, сейчас он собирается поймать окуня. Ага. Клевал? Да. Давай кидай уже, Вика. А кто вас снимать будет? Да кидай давай. Потом поставь камеру и будем снимать. Сейчас же будет клево. Вот так забывают телефоны. Потом думают, что они в сумочке. А они на камушке где-нибудь лежат. Понял, да? Ну да. Димка, как у тебя дела? Клюет хоть? Клюем чай. Ты чай кладешь? Ничего не клюю. Даже не поклевать. Смотришь, блин. Зато красиво, смотри как. Да. Это вот стой. Если б не обосраный вот этот еще заборчик чайками. Поймал? Такой уже? Да. Молодец. Это самое вкусное. Налови такое многое. Я хочу нажарить. Сейчас я поменяю снасть. Попробуем то, что надо. А мне эту дай. Такую? Вот эту снасть. А ты на нее не поймаешь. Почему это? Потому что тут небольшая хитрость. А вдруг поймаю? Я хочу мелкой вот этой наловить. На, ставь вот это. На, ставь вот это. Вот это? Ставь. И жди поклевки. Да ну не гони. Ты не на это вловил. Не на это. Я потом покажу. Покажи на что ты ловил. Потом покажу. Да ты не на это ловил. Потом покажу. Это секрет. Ого. Смотрите. 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 Какая там рыба. Зацепилась. Блин. Ааа. Зацепилась. Давай. Ты сможешь. Ааа. Капец. Знаете как удочка натянулась. Блин. Так плохо видно. Ну ж ты ж надо ж такое. Ну все с камышами. Подлишь. Покажи. 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 Класс. Так тянул. Классно. Да. Вот у нас есть теперь пустой пакет. Почти да? Почти пустой. Почти пустой. Ребята все побежали за чипсами. вот уже и вечер дима он уже в капюшончике не артем жилеточку свою отдал сказал мне холодно мы наловили очень много рыбы я тоже ловила вот целый пакет чипсы хотите чипсов я обожаю такую верховодочку такую тоненькую середочку вкусная махнемся не глядя тебе ногти надо постричь да я уже записалась на к этому салон не не надо мы уже дома вон наш мешок с рыбой сейчас же не чистить не прошло и сколько времени не мы приехали в пол девятого полтора не прошло и полтора часа как у нас вот там еще дожаривается самая крупная крупную ловил артем смотрите какая большая лайк салатик с этими помидорчиками и листиками салата и всего остального все мы решили не дождаться пока до жарится таро его уже садится кушать потому что очень хочется на место именно рыбкой у нас еще есть картошка мы решили пока ее не греть рыбу если нам мало хотим рыбать всем приятного аппетита попейте воды не сутультись поприседайте вот за это я люблю эту рыбку на то что я просто берешь и как сухарик кушаешь да просто респект скажи а вот и большую сейчас достану вот у большую стена до кости выбирать до я когда была маленькая мы на островах все лето отдыхали я постоянно ловила вот такую рыбку сама ее чистила и мама потом жарила ее было очень много потому что я очень много ловила рыба я весь день ее ловила и папа и его друзья тоже ловили побольше такие лящики подлящики но когда стояли две тарелки с рыбой такой большой маленькая всегда все съедали сразу маленькую а потом уже переходили больше всегда это деликатасе как это рыба называть а по-русски укрейка как хорошо после ужина поваляться под телевизором кино посмотреть какой будки на смотреть про любовь любовь и волны я наелся я тоже капец рыбы наелись будем от фосфора светится да если вдруг откроешь глаза тут фонарик это я так что рыбка была супер очень вкусно молодец я нет честно честно он помещал ты же если это то бачок локоточка то не не буду просто ты так натопила вчера что у меня ноздри позалаживал да ладно серьезно ты что так жарко было не но я не всегда храплю и на каком-то положении я не храплю и я знаю в каком положении не храпишь я уже выучила простите а это шо это я слушаю постараюсь не писали там да вы не слышали как храпят тема просто сопит ну да я знаю в поезде когда едешь и кто-то храпит а саша мамин храпит знаешь как стены трясутся да мне в разных комнатах спят да не это невозможно уснуть привыкнуть к этому я тоже не люблю когда кто-то храпит да то меня если вдруг я захраплю у меня тебя это зубной пастой обмашь да нет это же не можешь пропить делать девочки не храпят ага храпят девочки тоже нет и не писают и не какают подписывайся на канал ВВиктория вот так надо сказать давай да надо давай приготовьтесь и подписывайся на канал ВВиктория субтитры сделал DimaTorzok